Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня мы с вами будем делать вот такой макияж с помощью средств из моего проекта «Использовать по максимуму». Этот проект призван использовать те средства, которые я давным-давно забыла. Конечно же, это не дневной макияж, не нюдовый, он довольно яркий. Сейчас я много экспериментирую с макияжем и чувствую себя довольно интересной, как в студенческое время, когда было совсем немного косметики, и всей я с удовольствием пользовалась. Считаю такие проекты очень полезными, так как именно они помогают осознать, какое же количество косметики в итоге вам нужно для того, чтобы сделать и дневной макияж, и вечерний макияж. Что ж, друзья, давайте начнем! Первое, чем я воспользуюсь, это увлажняющим лосьоном от Toplan. Это японский производитель. Лосьон этот содержит ферменты риса, сакэ. От него пьяным не становится, просто он прекрасно увлажняет и вместе с тем немножко очищает, и так чуть-чуть тонизирует кожу. Он очень большой, здесь 500 мл. Приобретала я его в магазине Jab Shop. Кому интересно, кто вот ищет Toplan, японскую косметику, она там в большом количестве. И да, я не сотрудничаю ни с какими магазинами. И если мне что-то вдруг подарят, я обязательно вам сообщу. Я просто протираю лицо, зону декольте, так как я хочу сравнять потом лицо и зону декольте. Сюда тоже иногда наношу бронзер. Для того, чтобы макияж не пересушил у меня кожу под глазами, у меня довольно тонкая чувствительная кожа уже возрастная, а мне 44 года, кто не знал, я обязательно буду использовать вот этот крем от Derma E. С гиалуроновой кислотой. Буквально горошинку под каждый глаз, совсем немного. Прекрасно впитывается, просто сразу же так выпивает его кожа, прям он втягивается в кожу. Здесь мелкомолекулярная гиалуроновая кислота, и в течение дня у меня просто не сушит потом кожу под глазами. Я уже говорила, что Derma E мне очень нравится. Приобретаю я вот эти вот средства на iHerb. И вот я сравнивала цены. Напишите, кому интересно. Я сделаю для вас ролик по сравнению цен на других сайтах, которых можно приобрести. Легче всего, я думаю, будет сравнивать с ценами по корейской косметике. Пока ничего не знала об этом сайте. Я приобретала в других магазинах, но когда сравнила цены, пришла в ужас, поняла, что я в 2, иногда даже в 3 раза переплачиваю, поэтому больше я такой глупости не совершаю. Следующий продукт, тоже крем, который я приобретаю только на iHerb. Ultra Rich Ultra Light Cream Revival Labs. Замечательно впитывается. Он кажется вроде бы довольно густым, но при нанесении на лицо, он оказывается совершенно гелевой текстурой. Он прекрасно впитывается. Вот этот вот крем я наношу под макияж сейчас, если я делаю макияж на целый день. То есть, если мне нужно хорошее увлажнение вместе с тем питанием в течение дня под кремом, да, тональным, то я, конечно, стараюсь свою кожу увлажнить максимально. Он не скатывается под макияжем, он не западает в складки, не делает макияж менее стойким, наоборот. Вот средства от DERMAE прекрасные и замечательные, но они немного дороже все-таки, чем Revival Labs. И я считаю, что во многом Revival Labs, конечно, стремится подорожать. И все, что выходит в DERMAE, очень известная американская компания, тут же выходят очень похожие составы и в Revival Labs. Если в ваш бюджет не укладываются средства от DERMAE, ищите похожие в Revival Labs на том же сайте iHerb. Чудо, но я сейчас уже чувствую, как он прям полностью, почти впитался. Есть такая чуть-чуть легкая липкость, но она такая и правильная, то есть на нее именно здорово садится тональный крем. Сейчас наносим базу под макияж от EVA Mosaic. Средства из моего проекта используют по максимуму. Вы увидите, что она немножко корректирует лицо. У меня очень тонкая кожа, поэтому вот здесь прям все сосудики видны, вот здесь видны венки, то есть я какая-то прозрачная совершенно. Ну вот такая у меня кожа, то есть нет морщин, нет каких-то проблем серьезных на коже, угрей, прыщей, но я вся прозрачная. Это тоже, конечно, минус, потому что приходится что-то замаскировать. С такими капсулками и в процессе нанесения они как бы раздавливаются и создают общий такой более, я бы так сказала, ровный тон лица. Ее можно наносить и под глаза, в том числе она не сушит, наоборот, она такая увлажняющая. Ева Мозаик, российская компания. Кстати, очень-очень бюджетная, но на мой взгляд, по крайней мере, по составам и по качеству продукции очень достойная. Прям так экономно используется, вот, наверное, половина осталась, я все никак не могу ее использовать. На iHerb заказывала вот такое средство для губ от Elf. И тут я сделала совершенно необычное открытие. Там, где праймер, праймер для губ. Видите, что он делает, этот праймер для губ? Это корректор. В итоге я поняла, что это шикарное корректирующее средство, которое убирает пигмент. То есть, для чего вот эти вот корректоры созданы, такие вот для губ, да, праймеры? Они убирают яркий, например, пигмент губ. Если вы хотите какую-то необычного цвета помаду, какую-то персиковую, розовую, и у вас она полосит, то вам нужно нанести ее вот на такой праймер. Но для меня это слишком сухо. У меня и так сухие губы, поэтому я стараюсь такими вещами не пользоваться. Для того, чтобы перекрыть какие-то недостатки, его можно использовать в качестве корректора. Давайте попробуем. Вот, смотрите, краснота вокруг носа моментально уходит. Как перекрывать пигмент губ, фактически он может перекрывать красноту. Так что я думаю, что это средство в итоге я смогу использовать до конца. С другой стороны у него плампер, который немножко раздражает губы и тем самым увеличивает объем. Ну, не сильно. Здесь корица, он не термоядерный. И, кстати, эта сторона тоже пахнет корицей. Видите, он прекрасно маскирует недостатки. Ура-ура, я нашла ему применение. Я рада. Следующая сторона этого же самого карандаша. Это уже плампер. Вместо гигиенической помады я им пользуюсь перед нанесением макияжа. Я чувствую легкое пощипывание, но оно не будет космическим каким-то. Некоторые не могут пользоваться такими вот вещами, потому что в них содержится бешеное количество ментола обычно или какого-то перца безумного. И они очень сильно щиплят губы, но это не тот вариант. Все нормально, слегка покалывает, но так в пределах нормы. Если, конечно, у вас не искусные губы или какие-то заеды, то есть тут, конечно, аккуратнее. Следующее средство, которое я буду наносить, это средство от Avon Calming Effect. У меня он в цвете Cream. Сначала наношу вот так на руку. Смешивать я его буду вот с этой светлой стороной. Хайлайтер. Вынул из него дозатор. И я вот таким вот образом просто смешиваю. Добиваюсь такого легкого сияния в креме. Он совсем не сильно светится. Он мне нравится. Разносить буду пальчиками. Средство очень увлажняющее, похоже на дневной крем. Поэтому лучше всего он разносится пальчиками. И под глаза я его тоже наношу, потому что у меня уже есть средство под глазами увлажняющее от Дерма Э. И оно бережет этот крем от скатывания в мимические складочки. Чтобы сравнять цвет, чуть-чуть переношу на ушки и немного-немного на шею. Ну и, соответственно, тщательно потом правильно умываюсь. Показывала вам, как я удаляю макияж. Кому это интересно, у меня многоступенчатая система. Это азиатская система, по сути. Поэтому, если вам интересно, посмотрите, пожалуйста. Оставлю вам ссылочку вот здесь наверху. Буду вам дублировать все эти ролики в описании к видео. Здесь внизу, под кнопочкой еще. Легкое покрытие он дает. Сильного я не люблю, честно говоря, наслаивания. Когда вот такой вот огромный блин на лице. В театре, когда накладывали много грима, мне не очень хорошо было. Хотелось сразу прямо смыть. То есть, я не могла в гриме ехать, например, домой. Я сразу же смывала. Я воспользуюсь метеоритами. Припудриваю все лицо. И, в принципе, мне этого будет, я думаю, сегодня достаточно. Далее я буду уже наносить все остальные сухие продукты на лицо. Кисть эта от Эко Тулс. Заказывала ее на Херп. По моему мнению, у них бывает и получше. Кисточки это такая все-таки чуть-чуть, я ощущаю, что она как бы не то, что колется, а так вот немного более жесткая, чем все остальные. Но, в принципе, я наношу ей пудру. Сильно не нажимаю, как вы видите, поэтому вполне нормально. Чуть-чуть вот в эту область синячка добавлю вот этот корректор лососевый от Эльф. Он такой кремовый, не сушит область под глазами. Внутренний уголок глаза также прорабатывают. Обратите внимание, вот сюда много тональных средств я не наношу, для того, чтобы они в морщинки мимические потом не скатывались. Минимальное количество. Вот так. Теперь тень от Демини в номере 714. Буду его использовать в качестве вот такого вот легкого скульптора. Чуть-чуть подчеркну скулу. Такой очень правильный оттенок. Кисть от Real Techniques. Как вы видите, очень плотно набитая, хорошая. Называется она Chic Brush. Кисть вообще для всего просто подходит. Какая-то волшебная. Я думаю, наверное, стоит еще одну такую заказать, потому что когда одна моется, то второй можно пользоваться. Ой, хотела сюда. Остатки с кисточки вот сюда наношу. Чуть кончик носа. Видите, какая тень получается? Прямо такая очень естественная. Наталья чуть-чуть, чтобы здесь у меня не было такого прям сильного затемнения. Знаете, некоторые артисты эстрадные делают вот здесь вот такое затемнение. Но, наверное, не сами. Наверное, им гримеры это делают. Когда они выходят на сцену, и когда идет съемка, вот тут такое черное что-то. Это очень, конечно, некрасиво, когда это видно. Поэтому аккуратнее с этим делом. Розназор у меня от Evaline. Glam Look 57. Я показывала вам, что с ним случилось. Он уже здесь перемешан с пудрой, к сожалению. Вот, потому что разбился. Ту же самую кисточку. Просто какая-то невероятно удобная она. Так, вот лишнее убираю для того, чтобы вот этот серый оттенок скрыть. Чуть выше поднимаюсь. Там, где уже почти должны быть румяна. Чуть-чуть. Здесь делаю чуть-чуть оттенок, чтобы было гармонично. Везде, где я использовала контуринг, я использую бронзер. На шее для того, чтобы сравнять цвет. Почему я использовала пудру перед тем, как нанести весь остальной макияж? Потому что по ней тушуются отлично все остальные сухие продукты. Из палетки Avon. Палетка эта называется Mokka Latte. И вот этот цвет я вкладу и в складочку, вот сюда, на глаза, и в бровь заполняю. В дорожный набор я приобретала кисточек от EcoTools. Он сейчас, кстати, стоит в распродаже, стоит какие-то копейки. Мне очень нравится то, что она такая маленькая. Хорошо так укладываются они в руку. И сложнее ошибиться. Вот так наношу тени и потом прочесываю. Наши умные соседи. Сейчас там наверху опять что-то невероятное происходит. Там очень много детей. И, похоже, они ими не очень управляют. Потому что по ночам у них там то же самое происходит. Здесь это вам никак не мешает. Постараюсь поставить какую-то музыку еще на заставку, чтобы этих звуков не было слышно. Пробовала я их просить как-то немножко потише. Но, в общем, это вызывает только раздражение. Поэтому сейчас делаю вид, что не слышу этих звуков. Ну и, на мой взгляд, с такими людьми лучше не связываться, чтобы нервы себе же не портить. Теперь закрепляю брови гелем от Luxe Visage. Это прозрачный гель. Так, вот так, вот так. Потому что, конечно, геля просто тон. Она здесь сразу же на кисточки налипает. Фиксируем немножко брови. Кстати, муж сделал мне лампу. Сейчас у меня здесь есть зонтик. Специальные фонари. Так что, надеюсь, теперь вам будет меня лучше видно, когда я снимаю. Пишите мне, как вам вот такое освещение моего лица. То есть, видно ли все хорошо. Я стараюсь, чтобы все было видно, все недостатки. Чтобы вот просто вы видели, как работают средства, да, те или иные на лице. Тот же самый цвет, которым я только что заполняла брови, я сейчас использую в складочку века. Очень темные макияжи глаз я не люблю. Это могут быть какие-то очень редкие, экспериментальные, скажем так, макияжи. Вот, поэтому для меня вот такого вот затемнения вполне достаточно. Единственное, что я люблю, когда уголочек глаза более темный. Поэтому сегодня мы с вами это будем делать. Цвет, который кладем в складочку, я чуть-чуть вот здесь буквально прохожусь. Остаточками на кисточке. В качестве основного тона на подвижное веко я буду наносить вот эти тени от Bourjois. Bourjois Estelle Lumiere серия Rose Temptation 34 номер. Набираю его кисточкой от Triumph плоской вот такой кистью. Шикарные, кстати, кисточки. Очень-очень дешевый, очень красивый цвет, такой розовый с золотом. Кстати, очень интеллигентным, не сильно сверкающим. Можно и днем его, можно и вечером использовать. Но его надо прям так, как следует, побольше. Все подвижное веко закрываю этими тенями вплоть до складки. Вот так получается палетка от Guerlain Terry Indigo. Этот вот шоколадный цвет, не самый темный, но тем не менее довольно интенсивный. На маленькую пушистую кисточку его набираю. Буду затемнять внешний уголочек. С помощью вот этого светлого цвета я буду растушевывать верхнюю границу. С помощью розового цвета границу перехода от коричневого к розовому. С помощью тонального средства скорректирую вот такую плоскую кисточку границу растушевки. И второй глаз. Не перламутровый, полуматовый цвет, мне как раз нравится он для уголка глаза. Еще светлого карандаша от Eva Mosaic. Буду высветлять зону под бровью, приподнимать немножко бровь. С одной стороны карандаш, с другой стороны кисточка. Тушевать удобно. Чуть-чуть более светлые делаем. Рада, что нашла ему какое-то применение. Если вам видно, он хорошо, довольно высветляет. Я смотрю вот сюда, потому что здесь у меня монитор. Я вижу себя как в зеркале. Вот так. Я добавлю вот такой оранжевый, рыженький акцент. Немножко вот сюда в складочку, чтобы немножко как бы оживить взгляд. Пушистой кисточкой набираю. Немножко сдуваю. И вот так добавляю. Карандаш от L'Etoile из серии Metallic, коричневый. 208 Choco Disco называется. Делаю стрелочки. Не идеально они, конечно, рисуют. Они не очень мягкие по сухим текстурам. То ли он, может быть, уже старенький у меня стал, то ли я как-то неправильно им пользуюсь. Но вот неоднородно он рисует. То есть мне надо несколько раз проехаться, чтобы он сделал ровную, такой вот цвет. Такая вот стрелочка и второй делаем. Плампер наносила, да, перед этим на губы. Ну вот вместо гигиенической помады, которая увеличивает объем, не знаю, по-моему, ничего он не увеличивает. Просто неплохо смягчает губы. Вот такой макияж глаз у нас с вами получается. Теперь я буду использовать тушь, которая есть в моем проекте. Это тушь от Essence, черная. И поскольку она не увеличивает совершенно, у меня, честно говоря, хотя называется Big Lashes, объем, то используйте вот такую вот основу под тушь. Бустер, Sos Lash Booster от Everline. Такие белые реснички она делает. Если не перекрывать ее, то получается, видите, такой креативный подиумный макияж с белыми ресницами. Тушь от Essence. И вот эта вот база легко перекрывается тушью. Как вы видите, уже с первых же взмахов она становится черной, ее не видно. Белыми ресницы не остаются, как вы видите. Не люблю кукольные глаза, поэтому с нижних ресничек я вот так вот убираю длину. Теперь я возьму тени от Essence. Это номер 19. Вот такие, прям перламутровые. Очень такой же вот плоской кисточкой, как бы для бровей, да, буду наносить их в уголок. Просто для меня это самый удобный вариант кисточки. Хочу вам напомнить, что при возрастном макияже нельзя использовать перламутровые тени на те места, где у вас есть отеки, либо сильные морщины, так как перламутр увеличивает морщины из-за того, что подсвечивает верх кожи, собранный в гармошку. А внутрь не попадает. Ну что ж, глаза готовы. Теперь можно добавить румяна. Это мои шарики. Смесь Эйвен и Герлен. Вот такой у меня гремучий набор. Пришлось вытащить розовые шарики из Герлен, потому что они давали, конечно, совершенно какой-то невероятный цвет розовой пудры кожи. Зато прекрасный осенний-зимний оттенок. Видите, вот какой получается красивый цвет. Главное не переборщить. Все лишнее убираю с кисточки. При возрастном макияже лучше все как бы поднимать к вискам. И бронзер чуть выше располагать, не внизу, да? И корректор вот здесь с кулу выделять. Вот так немножко лишнее убираем. Карандаш от Golden Rose в номере 513. В качестве подложки под помаду у нас с вами пойдет. Карандаши очень кремовые. Ими, в принципе, можно заменить помаду. Смотрите, как легко рисует. Прямо как помада. Он не красит зубы. Обратите на это внимание. Писки для губ от Real Techniques. Помада это Rouge Allure у меня есть. В принципе, просто другие оттенки. Она довольно кремовая. Вот такого объема хватит надолго. Очень сильно пигментированные. Этот цвет полностью перекрывает тон предыдущий. Чтобы нарисовать ровную прямую линию вот здесь, нужно вести снизу вверх, как говорят визажисты. А чтобы нарисовать галочку, наоборот. Вот так и вниз. Вот эта помада, которую я пользовалась. Смотрите, какой малюсенький расход у нее. Так что, я думаю, надолго их хватит. Как завершающий штрих макияжа я буду использовать те же самые тени от Essence в номере 19, как хайлайтер. Кисточки от Эльф. Опять же, на сайте iHerb я их заказывала очень недорогие. Что-то в районе 200 рублей. Вот такая кисточка стоит и шикарная. Мягкая, мягкая. Видите, какой удобный, зауженный. Уголочек можно под глаз. Можно скульптурирование, можно пудру. Я буду наносить ей хайлайтер. Вот здесь. Немного сюда. И чуть-чуть на спинку носа. Немного на галочку над верхней губой. В принципе, если у вас есть вот такие вот тени, однушечка от Essence, вы можете даже хайлайтер не приобретать. Смотрите, как они светятся. Здорово. Если видео вам понравилось, жмите, пожалуйста, пальчик вверх. Поддержите меня этим. Я жду ваши комментарии, в которых будут идеи, как я еще могу использовать все те средства, которые находятся в моем проекте, использовать по максимуму до Нового года. Обязательно присоединяйтесь ко мне и пишите, какие средства вам удалось использовать до Нового года полностью или хотя бы частично. Спасибо большое, что вы были со мной. Я жду ваши комментарии. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok